Семейная дерби Спасибо, Григорь. А вам? Кто-нибудь в вашей семье смотрит футбол? Вы смотрите футбол? Я и Юрик. У меня был такой маленький. Юрик? Да, Юрик. Юрик это кто? Степан Степанович, собака. Так он Юрик, Юрик это ёкшкин тюрьер. Степан Степанович. А сейчас вот Джованни не хочет футбол смотреть. У вас был Степан Степанович, теперь Джованни? Теперь Джованни. Вы поднимаетесь по жизни, конечно. А за кого-то болеете или просто иногда так глянуть? Ну как, военные. Раньше мы болели за Динамо Тбилиси с ним. Так. Потому что мы с одного города, с одного училища. И самые лучшие года отдали, курсанские года отдали в Тбилиси. Чуть ли не на одной кровати спали. Это не на меня покажут, на моего осада. Вы знакомы? Конечно. Нет. Ничего себе. Мы учились в училище тбилисском артиллеристом. Сейчас реклама города Тбилиси, да? Старица Грузии. Я в 80-м поступил, в 84-м. А Игорь в 82-м и 86-м. Помоложе чуть. За пивом бегал иногда. Там в училище стоит так фикарно. Справа пивзавод и слева пивзавод. И река Кура. Помнишь? А, вот откуда эти пусики. Вот откуда. Все. Еще с училища. Напоминаю, что это не наше, что у папы. А можно нам сюда столик с водочкой? Да, да. Мужчины будут вспоминать молодость. Классно. А мы за пивом будем. А мы сейчас с вами, конечно, познакомимся. Это не все совпадения. Во-первых, они с одного отбилисского артиллерийского училища. Во-вторых, у Дороха день рождения 2-го мая. Нет, 4-го. У Дороха 4-го мая день рождения, а у меня 3-го. И наши, вот ваши жены кто? Медсестры. Прикиньте. Прикиньте, просто. Браво! Не сговариваешь. Я еще скажу. Они, когда учились в высшем учебном заведении, они делали вид, что они учатся. А на самом деле они играли в КВН. Это я в курсе. Да. Самая лучшая игра в мире. Ну окей. Раз чуть-чуть знаете о футболе, это вам поможет. Ида, ты не расстраивайся. Даже когда ничего тут не знаешь про футбол, можно догадаться до многих ответов. Да? Прекрасный Денис Дорохов и его отец. Отец. Игорь Александрович, приветствую. Денчик, приветствую. Приветствую. Единственное шоу, где ты не будешь раздеваться. Можно? Подожди, подожди. Здесь будет все делать мой отец. Так, ну я так... Сейчас, можно один раз просто? Можно чуть-чуть? Не, не смотри. Шастун, лох, поза, бог! А, да. АПЛОДИСМЕНТЫ А это мы с батей придумали в раздевалку. Вам не писали, что кричалку надо придумать? Мы придумали шастун, лох, поза в бог. Это мы с батей придумали. Ну сказал-то Ден. Ну сказал-то Ден. Так, ну ты, я знаю, не смотришь футбол, выучил одно слово в футболе и ходишь, везде его говоришь. Да, Тоттенхэм. Тоттенхэм, да. Вы тоже, как сказали, болеете за ЦСКА? Нет, меня вообще предупреждали, что мы здесь будем песни петь, а не в допе рассказывать. Про футбол вообще слова не было. Нужна водка. Но мы не знали, как вас заманить. И сказали, что будем песни петь. Так нет, у нас правда такая история. Мы вообще футбол не смотрим, у нас семья не футбольная. Вообще, то есть вообще. Да. Поэтому мы как бы проиграем видео. Тут не, а тут знаете, как бывает? Это они заговорят, заговорят, заговорят. Скорее всего. Вот это, я не смотрю, ничего не знаю, а потом как полетели и победа. А в сайт вот это все, да? Вот мы когда учились и учились, там стадион «Динамо» был, «Динамо» Тбилиси. И «Динамо» Тбилиси, это был 80 какой-то год. Они тогда выиграли Ливерпуль на Лигу чемпионов. Вот это кубок у них такой был. А тебе платье залегло в Тбилиси, я понять не могу. Алло, Тбилиси, вы уже собираетесь в Тбилиси ехали. Нет, так а что, все про футбол все будет, да? Это про футбол. Но тут такие вопросы, где надо просто думать, догадываться. Иногда просто попадать случайно. А как же песни я готовил? Нет, если вы хотите отвечать песнями. Пойте! Это только приветствую. Мы это вернем в свой голос. Давай дома тогда мы сейчас попоем. Да. А пока мы летим в первый раунд, погнали. Первый раунд. В этом раунде участвуют Денис и Ида. О, сразу? На глазах у отцов. Да пусть они сначала. Нет, нет, нет. Знаете, как называется первый раунд? Он называется «Стартовые составы». Будут появляться команды и игроки. Вам нужно просто правильно читать фамилии. Они будут написаны не на русском языке, а так, как обычно написано у команды. Мы в жопе, папа. Все ударения, все произношения, все идеально. Не торопись. Да. Ты можешь догадываться, как это читается. Одна фамилия, один балл. А на каком языке это будет? На английском. На английском. English. Все. No problem, как говорится. А мы немецкий учили. За каждую правильную фамилию один балл. Всего одиннадцать. Так. Как только назвали правильную фамилию, идете к следующей. Пасовать пропускать нельзя. Три минуты на все. Три минуты. Батя, прощай. У меня есть монетка, чтобы определить, кто будет первым. Ну давай, Ида. Ты выбирайся. Орел резко. Выбирайся. Я не буду первой. Я не поняла, что делать. Хорошо. Дэн первый. Все, хорошо. Давай так. Ради тебя вообще. Дэн, так как ты первый, ты можешь выбрать. Смотри. У меня есть две команды. Италия 2006 года, сборная Италии. И Германия 2014. Мы вжимаем. Германия точно нет. Хорошо. Стой, стой. Германия. Германия. Или Италия. Манштайгер там был, я знаю. Бекенбаур. Бери что-нибудь посложнее, дорог. Давай. Италия. Да, ты учил это будет, да, всякие. Тарапуза. Твой любимый. Бери Германию, дорог. Бери Германию. Италия. Италия. Да вы немецкий учили. Мы немецкие. А кто должен произносить? Все, у тебя будет Германия, но ты вторая. Это классно. Все, у тебя Германия. Ну ты, конечно, немецкий учила. Конечно, Германия. Я не учила. Вы кого слушаете? Я немецкий учил. Я буду помогать. Это когда было мы немецкий учили, имелось в виду мы. Да. Дэн, три минуты. Я как могу буду подсказывать. Папа, я не произнесли. Обычно тут пытаются чуть-чуть подсказать сокомандники, но мне кажется... Папа, ну что, сможем? Ну ладно. Сможете, сможете. Погнали, Дэн, давай. А у меня здесь будет появляться? Можно фамилию? И имя. Да не говори ничего, это не наша команда. Джанлуги Буфон. Кто? Ну и дальше, я правильно. Нет, Буфон прекрасно. Буфон я знаю, да. А давай с именем разберемся. Джанлуги. Ну это же итальянец. Его не могут звать Джанлуги? Или Джанлуги? А как могут? Ну как-то поизящней. Нараспев, вы же хотели петь. Ну давай. Джанни Люги. Джанни Люги. Нет. Давай, Джан неплохо. Начало хорошее. Гена. Просто Гена. Давай заставим. Нет, нет. Ты такое красивое имя человеку дали, а ты коверкаешь. Джан. 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 Ну дальше, читай. Джанлуиджи. Джанлуиджи. Джанлуиджи Буфон. Да. Это болезнь какая-то? Замброта. Замброта, да. Дальше. Правильно? Да. Фабио Канаваро. Фабио Канаваро. Правильно. Это бразильский сериал. Марко Матераци. Марко Матераци. Матераци. Круто. Фабио Гроссон. Фабио Гроссон. Браво. О, сука. Мауро Камарансис. Камаранис. Ты читай нормально. Камараниси. Камараниси. Дэн, ну ты даже читаешь неправильно. Давай с именем для начала. Мауро. Мауро. Дальше. Какой Камарансис? Где ты это видишь? Мауро это плохой мяу. Мяу. Читай как видишь. Саморанис. Не, не так. Это ты плохо видишь, Дэн. Плохо видишь. Читай как видишь. Саморанис. Почему ты С читаешь первую? А ты? Да. Камаранис? Он тоже немецкий. Камаранис? Камаранис. Камаранис. А куда ты делал последнюю букву? Камараниси. Камаране? Си. Или? Или если не Си? А как? Ну, может быть. Один? Ну, может быть, чуть-чуть другая буква. Се? Не Се. Камараниси? Ну, как будто, ну, ну, звонко. Давай звонко. Камаране. Ну, звонко. Ну, звонко. Си. Да он не знает. Камаранис. Он другие буквы не знает. С звонко. С звонко? Да. Си. Камаране. Си. Камаране. Камараниси. Не подсказывайте. Все, не подсказывай. Аааа. Да как еще? Ну, я говорю звонко, он говорит как? Не надо. Я не знаю. Ну, если это не С, а звонкая какая-то похожая буква. Си. Се. Се. Зи. Камаранези. Камаранези, правильно. Да? Да. Винчензо. Так. Лакуни... Лаку... Продолжай. Лаку... Я останавливаюсь. Куни-куни. Да. Лаку... Лакунта. А где ты букву «Л» видишь? Почему ты решил, что с маленькой буквы написали фамилию? А что это такое? Ай? Ай. Айкунта. Время. Я квинта. Я квинта. Я квинта. Я квинта. Ну, я не знаю вообще. Дэн, шесть баллов. Неплохо. А еще мне нравится, как ты радовался с каждой новой фамилией. Да, я пойму. Это интересно. Ида, ну я тоже чуть-чуть буду подсказывать. Ты ты конечно подсказываешь. Чайку трудно. Ну мне это можно. Это девочка, а Денис не девочка. Ты на четыре балла подскажи и все. Нет, может она сейчас без подсказок все прочитает. Я не прочитаю. Пап, прости, пожалуйста. По-немецки. Помнишь, ты хотел сына? А у тебя есть сын. У меня есть сын. Сборная Германии. 2014 год. Вспомни, где ты родилась. Тебе помогут корни. В Германии? В Германии родилась. О! На полигоне. Ты родилась в Германии. Прям на полигоне. Вот так. В воронке. Поддержим Иду. Три минуты. Погнали. Мануэль Невер. Мануэль Нойер. Мануэль. Так нельзя подсказывать. Мануэль Нойер. Мануэль Нойер. Ну я это... Ну посмотрим. Давай дальше. Посмотрите. Лахм. Лам. Лам. Да. Джерома Ботенга. Ну смотри, Джерома ты прочитала, но тут как будто бы напрашивается какой-то такой французский манер. Джером. Джером. Ботенг. Ботенг. Папа, не говори ничего сейчас. А вот тем более неправильно говори. А можно подсказывать или нет? Можно, если неправильно. Ботенг. Ботега. Пokedшь, как видишь. Ботенг. Джером Ботенг. Молодец. Молодец. Мерте Саскер. Мерте Сакер. Мерте Закер. Мерте Закер, да. Молодец. Тихо, термите. Попabolicije обHost куфировке. Мonton! Пап Bei thejuva! Шерле! Нельзя. Нельзя говорить. Да мы, блин, все проиграем с тобой, елки-палки, блин. Ну давайте следующую. Все, шурли пропукали. Спасибо, блин, поиграли, блин. Ты сказал, блин. Вот, 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 смотри какая. Вот сейчас подсказываю, Павел. А сейчас уже нельзя. Швейдснеггер. Да, это Арнольд Шварцнеггер. Швейдснеггер. Смотри, не так читается. Хруща, хруща, хруща. По-немецки. Хрюша, да. Швайнштейгер. И дальше опять так же. Шванштейгер. Швайнштейгер, да. Подольский. Подольский, правильно. Кросс. Кросс, конечно, кромс. Карина. Просто распечатываем донахом, смотри. Гёдзе. Ну нет, это не пельмень китайский. Гудзе. Нет, начало неплохое, там с буквой Z надо поиграться. Гёдзе. Гёдзе. Гёдзе, да, Гёдзе, правильно. Ида, ты отвлекаешься. Клозе. Клозе, да. Клозе. Всё очень просто. Итак. Нормально, только начало. Только начало. Мы прочитали как бы 11, но сейчас судейская коллегия подсказывает мне, что было 2 подсказки. Это значит 9. Одного не засчитали. Одного ты не засчитал. Нет, я нет, а судейская коллегия, да. А кто со судей? Вообще я тут главный. А судья кто? А может их и нет, может это я говорю, что это просто не я сказал. В итоге сколько у нас? 9. Всё, молодцы. На 3-й бой. Да, всё. Ну что, мы переходим ко второму раунду. Второй раунд. Он называется «В какой форме наши?» Папа, ты точно справишься. Мы... А как ты поняла? Я просто верю в своего отца. Мы ездили на чемпионат. Подсказывать нельзя, да? А тут невозможно. Потому что мы задали вопросы 50 девушкам. И они на них как-то отвечали. Ваша задача выбирать не правильный ответ, а самый популярный. Как бы они подумали, батя. Вам нужно представить, как думают женщины. Вы люди опытные. Должны легко с этим справиться. Итак, поехали. Первый вопрос. А для кого? Для всех. А. Какую фразу говорят мужчины, когда матч прошел без острых голевых моментов и закончился со счетом 0-0? Вату скатали, собаку выгулили, колеса скрутили, рыбу засушили. Это как женщины отвечали, да? Ида, ты бы как ответил? Тут, кстати, есть правильный ответ. Мне кажется, вату скатали. Это правильный ответ. Но мы выбираем самый популярный. Возможно, это и есть правильный, а возможно и нет. Вам нужно подумать и на планшете нажать, что вы думаете. А я могу подсказать, да? А как ты это подскажешь? Посоветовать просто. Посоветовать можешь, но ты можешь все испортить. Мне кажется, тебе что кажется? Мне кажется, рыбу засушили. Мне не кажется, я знаю. Я его нажал. Хорошо. Вы нажали, рыбу засушили. Я напомню, что правильный ответ. Вату скатали. Ида сказала, вату скатали. 32 девушки из 50 сказали, вату скатали. Но это второй был. Это был второй. Сколько очков наберет команда на чемпионате мира по футболу, если выиграет все матчи в группе? 6, 9, 10, 12. Сколько самое в группе? Нет, правильный ответ здесь 9. Потому что 3 матча, 3 очка. Нужно узнать, как женщины думают. Женщины, наверное, 12. 12, я думаю, говорили. Он дал команду ему. А ты как думаешь? Ну они просто же выбирают самое большее количество, мне кажется, очков. Нет? А у них были варианты ответов, да, тоже? Да. Да, значит, 12. Мне кажется, что почему-то тоже могло быть 12, либо 9. Ты как считаешь? А вдруг они правильно говорят? А у женщин, я думаю, 10. Да? Красиво было сифрами. Ну смотри, давай, доверяем твоей интуиции. А ты 12 нажал? Да. Мы же еще не говорили, сколько матчей. Поэтому они могли сказать 10 и 10. Но они сказали, внимание на экран, 12. Фух. Третий вопрос. В каком виде футбола сборная России становилась чемпионом мира? Большой футбол, собственно, привычный нам футзал, пляжный футбол, американский футбол. Да подожди. Правильный ответ кто-то знает? Пляжный, пляжный. Правильный ответ пляжный футбол. Но вот женщины могли это ответить или нет? Могли. Могли, мне тоже кажется. Это такая наша большая история была. Давай пляжный нажимаем тоже. А ты не нажал пляжный? Я нажал. Пляжный? Не дави на отца. Все выбрали пляжный. И 32 девушки из 50 выбрали пляжный футбол. Нормально. Да, да, да. Ну блин. А где эти женщины? В Питере были, да? Не знаю, кстати. Но мы их по всей стране ищем. А зачем они были? В Питере футбол хорошо знает. Зенит. Сейчас будет очень сложно, потому что надо выбрать самый непопулярный ответ. Непопулярный? Самый редкий. Да. Меньше всего кто ответил. Самый редкий ответ. Продолжите известную футбольную поговорку. Не забиваешь ты и варианты. Забивают тебе, забивают на тебя, забивают тебя, забивает Месси. Забывают тебя. Забывают тебя, мне нравится, да. Но мы выбираем самый редкий. Да. Да. Опять путает нас. Я не путаю, я прям говорю. Самый редкий. Блин, забивают на тебя, мне кажется. Забивает Месси. Самый редкий. Забиваешь ты, забивают тебе. А почему папочку ты так ответил? Это самый популярный. А тебе нужно не популярный. Я же такой военный. Можно поменять игрока? Нет, родители не выбирают. Отца не выбирают. Что, захочешь быть моим папой? На самом деле, не расстраивайся. Да. Ну нет, на самом деле, конечно же, самые популярные забивают тебе, девушки все знают. А самый редкий, не забиваешь ты, забывают тебя. Так я же тебе так и сказала, папа. Блин, я тоже подумал об этом, кстати. А почему ты никогда меня не слушаешь? Я не слышал. Мы артиллеристы, глухоладные. Ну да, отцы, артиллеристы же вообще. Сейчас будет вопрос, где мы снова самый популярный выбираем. Популярный. Самый популярный ответ. А можно все время сначала популярный, 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 а потом уже... Потому что мы путаем, мы усложняем. Мы усложняем. Зачем это надо? Какая фраза, по вашему мнению, наиболее популярна среди мужчин во время просмотра футбола? Ну куда ты, ебти? Да, блядь, я прошу прощения. Ну, ебти, блядь, прошу прощения. В жопу, короче. А что за в жопу, короче, не извиняешься. Мама, как бы женщины ответили? Правильного ответа нет, потому что все это подходит. Но... А, как женщины должны. Как думает женщина? А, или второй, да. Так, Игорь Александрович расстроился. Ну да, я же подумал, как я подумаю. Как я бы сказал. А, вы ответили, как вы бы сказали. Как я бы сказал, да. Ну давайте изменим, давайте изменим. Если вы считаете, надо ответить по-другому, нажимайте. А что ты нажал? Ну... Какой вариант? А какой, да, вариант вы выбрали? Что, можешь сказать? Цифру, цифру. Ну мы же не видим, да, надо... Цифру, цифру. А тут нет цифр. Ну, короче, меняем, да? Ну да. Не, ну ты хочешь поменять? Если надо поменять, поменяем. Ну... Ну он правильно нажал? Ну, точно так же нажал. Мне кажется, первая. Мне кажется, либо первая, либо... Может, первая, пап? Поменяем? А я не знаю, мы не знаем, что вы нажали. У нас не появилось. Поэтому, если хотите, поменяйте. Ну давайте, ладно, Настя. Ну да. Не, ну так, коротко, емко выбрали. Как женщина. Нет, женщины выбрали по-другому. Первая, наверное. Ну куда ты, ёпти? Ну куда ты, ёпти? А ты когда успел нажать? Да это он сейчас поменял. Ну это он сейчас поменял. Да, никто в этом вопросе не получает балл. Все, итоги раунда. В этом раунде 2-1 побеждает... Друзья, два. Игорь Александрович. Вырываем баллы. Да, да, да. Это нормально, чуть-чуть отыгрались. А счет? 10-8. Выпокал впереди, мы не планов. Идем в третий раунд. Раунд, который называется «Футбольные ставки». Сейчас появится несколько категорий вопросов. Так. Ваша задача, вы играете по очереди. Сначала вы выбираете категорию, после этого появляется картинка, имеющая отношение к вопросу. И вы решаете, на сколько баллов вы хотите играть, на один или два. Отвечаете правильно, эти баллы ваши. Отвечаете неправильно, эти баллы не уходят соперникам. Это не честно. Это честно. Это не честно. Поэтому, если боитесь, ставите один, чтобы не потерять много. Если уверены, ставите два, чтобы заработать два. У нас проигрывают. Игорь Александрович же проигрывает. Да, да, да. Да, поэтому вы и начинаете. Выбирайте любую категорию. Ну что, что выбили? Я один как дыхание. Да, да, да. Баба, это, блин, у них они выбирают. Они же... Я здесь могу вообще ничего не... Это все про футбол, что ли? Это все футбол, правильно же? Да. Но вопросы такие... Правда или ложь? Все вопросы. Ну, может, бабло? Да, я тоже на него... Бабло. Да. Итак, сейчас появится картинка. Вы решите, на сколько баллов вы готовы играть. Это Мбапе, я знаю. Это Мбапе. Да. Это деньги. Футбол, футбол не знаю. Нет, это известный чувак, я его знаю. А нам? Бабе. Ну, смотрите, какой-то будет вопрос... Связанный с зарплатой, наверное, да? Сколько стоит? С каким-то баблом, да. Баблом. Слушай, ну, может, два поставим, чтобы хотя бы догнать, если что? Ну, давай, или отдадим. Ну, эти два балла могут улететь туда. Да. Или отдадим. Ну, так и пять. Да нет, надо слишком много. Два, да. Ставите два. Внимание, вопрос. Хотя бы уравняться. Правда ли, что если каждый живущий человек на земле скинется по одному рублю, то этого не хватит на годовую зарплату Мбапе ПСЖ? По рублю, подожди, каждый человек в мире 7 миллиардов. Подожди, сейчас 7,5 миллиардов. Разделить на курс доллара, сейчас откуда доллар? Да нет, они же в долларах получают. Они получают доллары, но можно их зарплату преобразовать, может быть, в рубли. В рубли. Ну, слушай, годовая, годовая. Если в рублях, то, конечно, в рублях. Мбапе сколько-то получает в год? Да. Если каждый человек, даже мы, скинется по рублю. По рублю. Я не буду скинуть ему на зарплату. А он-то в долларах получает. Да. Правда ли, что этого не хватит? Или этого хватит? Нет, ну смотри. Мы имеем, допустим, зарплату его в долларах. Да. А эту считаем в рублях. Ну, мы же те доллары переводим в рубли, получается, да? Может ли он получать 7,5 миллиардов рублей? В месяц? В год. А, в год? В год. Миллиардов. А, может быть, представить 7,5 миллиардов рублей, это сколько в долларах? Это в долларах сейчас. Если по курсу в феврале, то одно, а сейчас другое. Так, ну если сейчас на 60 хотя бы, да? Делить на 60. Да давай на 70, так проще будет делить. На 70. Калькулятор есть у кого-нибудь, а? Миллиард. Миллиард. Миллиард? Нет, подожди, не миллиард. Так, 7 миллиардов разделить на 70. Не миллиард. Хватит. Не хватит. Правда ли, что если не хватит? Неправда, получается. Это будет больше. Если по рублю скинуться, это больше будет. У него зарплата? Нет. Зарплата у него меньше будет. Ну не может быть у него зарплата в один, за один год миллиарды. Ну, миллиард долларов. А там не миллиард, получается. Почему миллиард долларов? Как ты к этому пришел? А, подожди. Нет, 7,5 миллиардов рублей, да? Это не миллиард долларов. Это не миллиард долларов. Такое было в 91 году. А сколько это получается в долларах? Ну что, Дэн, ну надо прикинуть. 700 миллионов? Ну что, ты же. Поэтому, правда ли, что если скажешь? Или миллион. Мне кажется, мы не выиграем. Блин, ну я не могу посчитать в голове. Я тоже не могу посчитать в голове. Я гуманитарий. Я стих могу рассказать. Мы можем, но мы не будем. Посчитайте нам 7,5 миллиардов рублей. Дэн, смотри, как вам помогаю. Сейчас точную сумму в долларах скажу. Сколько? Сколько? 100 тысяч. Ну капец. 100 тысяч. Вообще никого нет. 7,5 миллиардов рублей разделить на 70. Сколько это будет? 100 миллионов. 100 миллионов. 100 миллионов. Правда? 100 миллионов? Ну на 70 поделили, Лёгкий, 100 миллионов. 100 миллионов, да. Ну не хватит. 100 миллионов. 100 миллионов. Я думаю, он больше получает, да? Ну 107 миллионов, говорят. Все, он больше получает. Значит, правда, что не хватит. Получается в этом же вопросе? Смотри, все скидываются по рублю. Получается 110 миллионов. Твой ответ. Этого не хватит. Не хватит, да. Он получает больше. Больше, да. Ну я охренеюсь и так это. Ну по-моему, это так. Они очень много получают. Он получает очень много. Ну да, но меньше, да? Но меньше. Он получает 57 миллионов евро в год. Так, евро? Ну это все равно не 110 миллионов долларов. Пятенят. Понимаете? Ну ладно. Поэтому этой суммы хватит. Вы ошибаетесь и 2 балла. Ну мы так и хотели. Да, 12, да? Мы так и хотели. Нормально. Ну следующий просто поставим больше. Мы просто запутались в просчет. Нам нужен танец с тобой командой. Выбирайте категорию. Это сейчас победа. Мы будем брутальнее. Мы без танца. Мы побрутальнее будем. Ну что, я предлагаю. Смотрите, с чем мы разбираемся? В еде. В еде. Поэтому варианты. А это Мугренландия. А это нулевая параллель? Нет. Так. Я ничего не знаю. Мне кажется, либо пицца, либо памятник. Давай. Мне нравится на пэ. Кто же ее посадит? Он же памятник, да? Ну да. Выбираем пиццу. Давайте попробуем пиццу. Давай попробуем пиццу. Попробуем пиццу. Итак. Смотрим фотографию и решаем, сколько баллов ставим. Это пицца. Это Диего Марадона. Диего Марадона. Это футболист. Царство небесное. Царство небесное, да. А почему все смеются? Потому что он так жил, что как будто бы… Что он не там нашел. Что он, возможно, и не в царстве небесное. Давайте два балла, чтобы если что, мы ему вернули баллы. Окей. Мы им возвращаем. Окей. Внимание, вопрос. Мы в себя не верим, да, вообще? Правда ли, что в преддверии чемпионата мира 86-го года тренер сборной Аргентины прилетел к Марадоне в Неаполь, пригласил его отужинать и при помощи пиццы на столе, передвигая ингредиенты блюда, объяснял его функцию на поле? А, Василий Григорьевич, как вы думаете, в каком году в Марадону, в принципе, начал играть в футбол? Ну, в 86-й он на руку не забивал. Я еще не родился, вот, допустим. Когда он начал? Он играл раньше или потом? Нет, он… Позже? Смотри, если позже, то логика понятна и ясна, и это может быть правдой. Если он играл раньше, то это неправда. Нет, подожди. Если даже ты знаешь, когда он играл, это не говорит о том, что ему на пицце объясняли схему. Хочешь, я тебя удивлю? Он играл на чемпионате мира 86-го года. Тут вопрос в пицце. Вопрос в том, могли ли ему на пицце, на ингредиентах объяснять, что он должен делать на поле? Или это слишком тупо для профессиональных спортсменов? Почему? Однажды на лаваше мне объяснили… Лавашами мне однажды объяснили, что так делать нельзя, да? Нельзя, да. Не одеться однажды. Я думаю, что да. Мне кажется… Все футболисты, все спортсмены, они такие тяжелые, они математики не знают. Поэтому проще помидорчик. Они уехали на сборы, изучали там, допустим, что они там, да? Мяч. Не-не-не. Я говорю, в школе изучали интегралы. Мяч. Приехали, а уже изучают там какие-то другие двойные интегралы, понимаете? А там география. Нет, я ни в коем случае не оспариваю, что там футболисты учатся. Нет, подожди, а вот ты им помогал, ты им прям считал. Помоги нам тоже. Хорошо, давайте я перечислю ингредиенты неаполитарской пиццы. Я не знаю, как здесь… Я вам тоже помог. Я сказал, что обмана в том, что в 86-м году он не играл, точно нет. То есть это может быть неправда? Нет, это может быть неправда. Может быть правда. Но… Ты не помогаешь. Да, в этом суть вопроса. Потому что ты не говоришь, какой правильный ответ. Моргни, моргни. Нет, подождите, а мы-то вам помогаем. Сколько еще надо помогать? В 86-м году он стал чемпионом мира. Когда рукой забил, да? Да. Золотой гол его. Опять же, как это вам помогает? Рука Бога. Ну вот смотри, а что, если он уже вообще играл в паб, да? Какой сможет прилетать к нему на пицце, объяснять правила игры? Если он уже играл в футбол, он их знал уже. Ну так, может, ему новую позицию объясняли. А что я вообще лезу? Давайте нажмем, может, да? Да. Вы отвечаете, что это правда. Ну да. Пускай будет. Пускай заберут свои два очка. Окей, внимание, правильный ответ. Вам не нужны подачки. Или наоборот сейчас. В преддверии чемпионата мира 86-го года тренер не просто объяснил Марадони на пицце, как он должен играть, но и попросил Марадону 30 дней турнира думать только о чемпионате. Марадон, на который любил свободный образ жизни, согласился и не прогадал, став чемпионом мира по футболу. Это абсолютная правда. Все. И 14. У нас 8. 2. 2 балла. Это мой отец. И что? Это мы, Галичи. 6. Нам надо 7 ставить. Выбирайте дыхание. Выбирайте категорию. Дышите. Я не знаю. Мне кажется, тут вообще бессмысленно. Да давай памятник пусть будет. Ну давай. Это как кино? Ну памятник. Дышь его посадит, он же памятник. Пусть будет памятник. О, нормально, блин. Вообще непонятно. Это Яшин, Яшин, Яшин. Окей. Как вы думаете, что это за памятник? А, подожди. Кому-то плохо. Это Зидан. Это Зидан головой ударил. Зидан, я знаю точно. Это памятник Зидану, когда он головой ударил соперника. Бадну. Матерация, которого ты читал. Матерация, да. А за что? Я все деньги под матерацией храню. Так надо решить, сколько баллов мы ставим на такой вопрос. Ну что, мы 8 поставим, да, чтобы в банк пойдем? Да, 8 это 2. А, 2 просто максимум. 2 максимум? Да. 1 или 2. О чем прикол? Прикол, чтобы вы не ушли посредине передачи, когда счет будет 50-0. Да нет, ну а так уже бессмысленно. У них 14, у нас 8. Да ладно. Еще впереди раунды, Дэн. Ну ладно, хорошо, 2. Все, 2 балла. Дэн, не плакай. Да нет, не плакай. Еще отжиматься будет. Хочу быстрее решить эту проблему, блин. Вот решайте. Внимание, вопрос. Правда ли, что памятник Зинедину Зидану и марку Матерация установлен и в Париже, и в Риме? Это случилось в финале Чемпионата мира по футболу, где играли, соответственно, Франция и, соответственно, кто? Вы, 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 вы. Италия. Ну, вряд ли в Риме поставили это. А кто выиграл тот турнир, знаете? Нет, я не знаю вот это. А кто выиграл, папа, тогда? Итальянцы выиграли. Итальянцы выиграли. Итальянцы, это что-то нам дает? Нет, ну вряд ли итальянцы, гордые люди, будут устанавливать памятник, где какой-то француз бьет итальянца головой. Ну смотри, суть какая. Это был финал, Зидан был лучшим игроком турнира. Он провоцировал Зидана, Зидан психанул, ударил. Про маму что-то его... Что-то про маму, да, или про сестру, до сих пор никто не знает. Он ударил, судья удалил. Твоя мама настолько толстая. Типа того, да. Зидана удалили. Да. И они проиграли. Все закончилось серией пенальти, где Франция проиграла. Поэтому чисто теоретически, это вообще, возможно, не подсказка. Но итальянцы таким образом, ну как бы, знаешь, Матераци пожертвовал собой и вывел лучшего игрока. Мне кажется, зная темперамент итальянцев, они не могут поставить памятник. Да, не поставили. А знаете, кто забил 1-1 закончилось самое время? Знаете, кто забил голы? Зидан и Матераци. Ну и что? Ну нет, ну понятно. В Париже возможен такой памятник. Нет, он основное время. Нет, в Париже возможен такой памятник. А вот время вряд ли. Итак, ваш ответ. Что неправда. Неправда. Ваш ответ. Да, неправда. Неправда. Ну. В Париже есть пятиметровая скульптура перед Национальным центром искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. А вот в Италии такого памятника нет. Это абсолютно неправда. Нормально. У нас уже 10. Нормально, 2 балла ваше. Давайте технику дыхания. О, ты же занимаешься йогой. Это же одно тоже, конечно же, поехали. Я подумал, вам тут важно. Дыхание. А кто такой Гринлайндер? Может, Гринлайндер? Это странно. Ну, я знаю. Да, это там что-то. Так что выбираем? Технику дыхания. Окей. Соответственно, будет некий вопрос про технику дыхания. Офигеть. Это что-то, это что-то типа связано с рекламой чего-то для горла? Нет, это прям с техникой дыхания. Все, все, все. Это вопрос по как давление. А давай его послушаем. Так. Нет, это будет вопрос про технику дыхания. Вы это и нажали. Надо решить, сколько вы поставите баллов. Я предлагаю ставить один балл. Один балл, окей. Да? Один. Конечно. Отдадим. Отдадим. Этот человек, его зовут Йохан Кройф. Кто? Кройф. Великий футболист и тренер. И вопрос. Правда ли, что будучи тренером, Йохан Кройф приглашал на тренировки оперного певца, чтобы тот учил игроков извлекать максимальную выгоду из каждого вдоха и выгода? Правда. Мне тоже кажется, потому что вот я сейчас занимаюсь... От вдоха зависит много. Да, я хожу на вокал к очень крутому преподавателю. Я сейчас занимаюсь вокалом. И техника дыхания это супер важно. И вот мы сегодня обсуждали на уроке, что Бейонси делает одно из упражнений, которые мы делаем. Только мы его в статике делаем, а она его делает на дорожке. То есть это действительно очень сильно все стяло. А делает ли это упражнение Кристиану Роналду или Анель Месси? А то я не знаю. Бейонси-то понятно, что его делает. Правда ли, что будучи тренером, Йохан, конечно, что... Ну, в итоге ваш ответ. Правильно, вдыхание это успех, это работоспособность игроков. Конечно, вынослив. Хорошо, ваш ответ... Что думаешь, Байдин? Да, мы говорим «да». Вы говорите «да» и я вам говорю «да». Это все равно право, правда. Два балла. Нормально. Один балл, вы поставили один балл. Пять баллов, да. Зачем ты считаешь это? Нет, ну, я хочу, чтобы понимать. Так играют в Галичи. Йоу! А как играют в Дороховы. Нормально. Ну, что? Нормально. Что, дальше продолжаем? Денис, а ты что расстроился? Я не расстроился, я думаю просто... Перейди еще, давай. Подождите, это нам нажали Гренландию, подождите. Еще 700 баллов можно разыграть. Это не мы нажали Гренландию. Ну, отмените. Вар! Мы не хотели нажать Гренландию. Я требую вар. Мы должны посмотреть. А что вы хотели нажать? Или что, или оставляем? А там еще что было? Нулевая параллель была. Давай параллель. Параллель, можем поменять? Давайте параллель. Зато они теперь... Подождите, стойте, стойте, стойте. Они его теперь уже видели. А и что? Мы думали, что... Уже давай, не надо. Оставляем. Это... Гренландию. Оставляем. 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 Да, оставляем. Какая нравится? Какая нравится? Чего не знаем мы? Ставка. Ну, два, да, пофигу. Ну, два, да. Мы всегда по два. Два. Да. Правда ли, что Гренландия не может выступать в FIFA и играть на чемпионате мира и чемпионате Европы? Потому что на острове растет слишком мало травы. Да нет, неправда. Неправда вступить в FIFA? Да нет, не может быть. Да нет, неправда. Я думаю, вряд... Нет, я знаю, что, наверное, есть какое-то правило о том, чтобы проводить на территории государства, которые участвуют. Правда ли, что Гренландия не может вступить в FIFA и играть на чемпионате, потому что... А FIFA нужно вступать как-то? Не может быть, не может быть. Нет, неправда это. Нет. А почему? Ну, это тупое какое-то правило по траве. Смотри, как мало травы. А? Смотри, как мало травы. А, здрубанец. Ты как, блин, меня перенес сейчас на 10 лет назад. В гараж. Смотри, как мало травы. Ну, смотрите. Палишься, брат, палишься. Итак, ваш ответ. Вы говорите... Неправда это. Неправда. А мы говорим правду. А мы говорим, что это правда. А что говорю я, это самое главное. На острове очень плохо растет трава, и большая часть Гренландии покрыта ледниками. Здесь только искусственные песчаные поля. Именно по этой причине FIFA не делает Гренландию членом организации, и страна не может участвовать в чемпионатах мира. Ну и что? Хотя очень этого хочет. Это абсолютная правда. Это офигеть. Ну и что? Нет. Ну и что? Мы отдали еще два очка. Получаются, сволочи они. Да, они сволочи, а вы молодцы, потому что вы два балла подарили семьяка. А что они отзываются на нас? Не вы. Вы. Я знаю. Мы поддаемся. Вау, дай его. Гренландцы, Гренландцы. Нулевая параллель. Ида, как бы ты ни хотела, но надо убирать. Как это можно не принимать? Я знакома с нулевой параллелью. Да ладно тебе. И до роду было. Это проблема на ровном месте. Не, ну все, все, все. Ударь его. Все, все. Мы просто комики тут. Все, все. Мы так все не думаем. Голевая параллель. Ида, выбирай. Уистер. Пап, нажми на кнопочку. Итак. Денис, здесь. Иди нажми, Денис. Да все уже. Экватор. Да. Я думаю, пап, нужно ставить балл, не льешь. Ну, балл. Окей. Ну, конечно, они уже не попадали. Не надо, нет. У них 17 уже. Все, мы нарисовали. Сейчас. У нас меньше. Уже даже меньше. Правда ли, что в Бразилии есть стадион, на котором каждая команда играет матч на разных земных полушариях? Как это? Это он, видишь? Ну, смотрите. Имеется в виду не то, что прямо они без матча на своей половине бегают. Но, наверное, имеется в виду, правда ли, есть стадион, который прямо вот пополам. Вон Бразилия. Она пополам делится. Пополам Бразилия. А, ты думаешь, прямо где-то в середине есть стадион? Нет, есть стадион и там, и там стадион есть. А можно картинку увеличить? Нет, вы не увидите, есть ли там стадион. Ну, тут еще смотрите. Сделали ли они такой прикол? Что прямо вот центральная, получается, линия. Ну, Бразилия, они же там уже не так супер, чтобы много денег так прикалываться. Думаешь, там есть такие деньги? Вот я поэтому и спрашиваю. Но, может быть, и есть. Там больше там, ну, у них, мне кажется, нужны другие приколы, типа там порядок, законы. Но при этом это футбольная страна. Ну, да. Ну, левая параллель, она Бразилию делит. Естественно, там стадион, если там стадион. Поэтому они прикалываются и говорят, там сыграли, на том выкваторе, на том выкваторе. Именно отгрохали. На Нью-е отгрохали. Там столько стадион стоит, что именно отгрохали. А мне кажется, что его прямо из денег строили, понял? Вместо кирпичей закладывали бабки. За эти деньги можно было во всех полушариях один большой стадион поставить. Итак, папа, давай ты выбирай. Я, честно говоря, не сильно в это верю, но, возможно, я ошибаюсь. Ты веришь, да? Эквадор проходит по Бразилии. Это понятно. Где много разных обезьян. Для прикола могут поставить задёнок так, чтобы не бегать. Ну, давайте, пускай будет. Окей, знаешь, приколы взрослых мужиков. Ну, вон, где... Если бать настаивает, то давайте, да. Не жалко нам. Поделено на Европу и Азию, рекой. Не жалко нам очко. Да, Екатеринбург, Екатеринбург. Папе не жалко очко, поехали. Итак. Слушайте, у нас есть очки тоже. Нам жалко. Внимание, ответ. Вы говорите, что это правда, а я говорю ответ. Ставлю очко. Да. Стадион и стадио Милтон-Каре расположен в городе Макапа. Посередине поля проходит экватор, нулевая параллель. Каждая команда играет матчи на разных земных полушариях. Так, это абсолютная правда. Получается... Сохранили папину очко. Какой же счет? 8-2. 8-2. Да не понимают. 18-10. Не надо расстраиваться, все это отыгрывается. Да я не расстроен, блядь. Веди свою передачу. Все, все, 18-10. Веди передачу просто. Я не расстроен, не надо меня успокаивать. Нет, я и не успокаиваю. Просто веди, блядь, все. Можно отыграться, а можно проиграть баллов. 20-30, такое тоже было. Да? Поэтому еще не конец. Мы переходим к следующему раунду. Да нормально все. Иди туда, становись, сиди туда, сыграй. Пауза у нас. Готовы побиться? Пойдем. Давай. Береги маникюр. Пойдем. Леха, Леха, он встал. А, все. Арт, просто выживи. Арт, живи. Это промазило. Вылетали. Ошибочек. Продолжаем. Спокойненько. О, дорог. Стоп. Стоп. Раунд, который называется «Футбольные качели». Представьте на секунду, что вы создаете свой футбольный клуб. Тем более здесь есть человек, который это хочет сделать. Для медийной футбольной жизни. Да, да, да. Я создаю. Ну, не один, конечно. Там будет много игроков. А представь, что вот вы создаете футбольный клуб. Да. Дорохов. Дорохов. А вы Галич. Дороховский Тоттенхамбург. Сейчас вы будете что-то просто выбирать. На это нет правильных ответов. Это просто ваш выбор. А ваши отцы после этого должны ответить ровно так же, как отвечали вы. Поэтому вы можете отвечать, как чувствуете или как думают они. В общем, как хотите. А моего отца очень сильно колбасит. Нормально? Это нормально, да. Это нормально. А там аудиокнига просто. Итак, вы готовы? А вообще музыка идет? Да, да, да. А ты не видишь? Нет, он просто танцует. Он просто Галич, да? Погнали. Первый вопрос. Как бы вы назвали ваш футбольный клуб? Джентльмены Удачи, Спортлото 82, Мимино. Мне кажется, что так как мама у нас с Грузии, а сетинка, но с Грузии, папа учился в Белийском ательском училище, познакомились они в Дбилище, то, наверное, Мимино. А вы, собственно, джентльмены Удачи. Да, Денис? Я понимаю, что мы, наверное, можем один и тот же выбрать, да, по сути? Вы можете выбрать один и тот же. Ну, а ты считаешь, джентльмены Удачи, окей. Ну, давай, да, ставим. Окей. Второй вопрос. Какую форму вы бы выбрали для своего клуба? Соответственно, тут борщ, пельмешки и лапша. Может быть, вы знаете, какая еда? Я выбираю сердцем и ставлю пельмени. Сердцем пельмени. Нет, стойте, он может... Нет, папа еще любит борщ очень сильно, и я люблю борщ. А что там в конце лапша? А что же ты сердцем выбрала, пельмени? Ну, мы любим по баллу. По нам, мне кажется, видно, что мы обожаем и пельмени, и борщи. Ну, пусть остаются тогда пельмени. Ну, да. Дэн, а у тебя что? Топ-то и прикол, да, у меня тоже пельмени, кстати. Выбирай пельмени. Ну, и борщ тоже. Лапшу вообще никто не ест. Дим, а пока папа, в наушниках можно ругать с Аматом? Да, но они потом... Блядь, 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 сыка, сыка. Хуй, хуй. Пошел нахуй, пошел нахуй, пошел нахуй. Именно это у него сейчас в наушниках. Можете даже чуть-чуть быстро покурить, пока они не видят. Просто, если неожиданно, он поднимет. Пошел нахуй, пошел нахуй, блядь, блядь, блядь. На палочке. Не, я все-таки борщ, мне кажется. Ты борщ, это правда. Ну, что он красный должен быть. Окей, борщ. Мне так кажется. Давайте дальше. Какую команду чирлидерш вы бы хотели видеть на матчах вашей команды? Ой, ну, знаю моего отца, это, естественно, флаг России. Блин, я тоже за это. Да, я думаю, что... Ну, я не думаю, конечно, что это прям флаг России, но... Давай так, давай, чтобы это жутко осталось, чтобы комментарий остался в этой программе. Папа выбрал бы привычный ему триколор. Пусть и в другой последовательности. Ну ладно. Не, ну я имею в виду, что... А, стойте! Да нет, понятно, что это нет. Так-то? Понятно, что это другое. Но он может интуитивно среагировать. Цвета, да. Смотри, а здесь мы выбираем либо сиськи, либо вагины, либо... Я не хочу про отца так думать, блядь, сейчас... Мы не так это закладываем, что мы выбираем сиськи, вагины, нет. Вагины, они в один будут говорить вот так. Ну, вагины, конечно же. Так, окей, сделали выбор, идем дальше. Я там пельмени выбрал, и здесь пельмени выберу. Так, если предыдущие, черлидерши, запросят много денег, то каких бы выбрали подешевле? Это Газаев? Это Газаев там? Это Черчесов. Черчесов. Папа выберет. Ну, я не знаю. Ну, я, блин, почему-то тоже думаю вот сюда, да. Ну, мне и розовенький нравится. Ну, мне кажется, Черчесов папа выберет. Ну, хорошо, Черчесов. Ой, блин, я вообще не представляю, что будет. И последний вопрос. В каком городе вы провели бы первые сборы вашего клуба перед началом сезона? Анапа, Геленджик, Туапсе. Слушайте, ну, я была в Анапе, но я в последний раз была в Геленджике. И я там, мне там, Смехкова и Ирина как раз-таки, мы были в Геленджике. И очень классно провели время. Это не нужная вам информация. А самое главное, знает ли папа об этом? Мы были в Геленджике, конечно. Тогда можно... Ну, а в Туапсе вы что, не были? Не в бутик-отеле? Слушай, нет, мы были... Что? Ну, ладно. Дэн, ты давай выбирай. Дорога, дорога, дорога. Анапа, там хорошо с детьми отдыхать. В песочные пляжи. Ну, почему-то, я не знаю, что. Ну, здесь очень странно. Мне кажется, прикольно Геленджик. Хорошо, пусть будет Геленджик. Хотя, подождите. Что? Блядь. Да ладно, Дэн, ну с детьми хорошо отдыхать. Ладно, в натуре, да. Сейчас ваша главная задача, когда вы вернётесь сюда, я вас очень прошу, не подсказывать, не подмигивать. Может, мы тоже лучше в наушники сядем, а? Ты не уверен в себе? Я в себе не уверен. Ты не можешь просто просьбу выполнить? Я не могу. Он такой не сдержанный. Но мы попробуем. Дэн, всё, возвращайтесь, Ида. Возвращайтесь, Дэн. Василий Григорьевич, Игорь Александрович. Раунд футбольные качели заключается вот в чём. Мы что-то выбирали, а точнее выбирали Денис и Ида. Ваша задача отвечать ровно так же, как отвечали они. За каждое совпадение сразу два балла. О, папочка. Сразу скажу, есть вопросы, где они могли выбрать одно и то же. Но каждый думал за себя, поэтому не бойтесь этого. Итак, погнали. Мы предложили выбрать название футбольного клуба «Джентльмены удачи», «Спорт лото 82», «Мимино». Ну всё, 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 давай просто не смотреть. Игорь Александрович выбрал. А почему? Да всё, да всё, да всё, да всё. Всё, Ида, на меня смотри. На меня смотри. На меня смотри, Ида. На меня смотри, Ида. Не отказывай с ним играть. Всё, менять нельзя. У меня такая же фигня, но я же... Ида сказала, ну, конечно, «Мимино». Мама из Грузии, вы из Грузии учите. Мама из Грузии, учился в Грузии. Дэн говорит, мой тоже выберет «Мимино», но нет, «Джентльмены удачи». Вы взяли и всё поперепутали. Ноль баллов. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Смотрим. Главное – спокойствие. На меня смотри, Ида. Давайте всем немножко спокоимся. Просто на меня смотри. Сейчас давайте, чтобы, ну, папы не волновались, покойно встретим их выбор на второй вопрос. Какую форму вы бы выбрали для своего клуба? Борщ, пельмени, лапша. Я не вижу, я не смотрю. Ну и не смотри. Я не смотрю. Мама готовит у нас борщ хорошо, да? Отхренительная логика, папа. Всё, тихо, тихо. Ида сказала, мы любим пельмешки. Дэн сказал, мы вообще-то тоже любим пельмешки, но пусть будет борщ. Опять? Всё. Вообще наоборот. Наоборот. Может, вы мой отец? Давай, сами поменяемся и всё. Не, на время тура имеется, раунда. Пап, дай денег. Сейчас работает, интересно. О, следующий вопрос. Какую команду «Чирлидерш» вы бы выбрали для домашнего мальчика? Ну, просто, давай сейчас просто, ради прикола, да? Итак. Я понял, надо спрашивать у них почему. Потому что, возможно, мы всё это время хихикаем. А почему вот вы выбрали третий вариант? Потому что, потому что я патриот нашей страны. Хотя флаг ТГБ. Да, всё правильно, потому что я патриот. Так, а вы? А он не патриот. Ты тоже патриот, папа. А он не патриот. Да. Это два патриота, которые выбрали неправильный флаг. Да, да. А мы такие же просто, мы такие же. Ну, окей, в этот раз смотрим правильный ответ. Да. Да, совпадение. Ну, это не флаг России. Ну и что, ну и что, ну и что, ну и что. Это кажется так. Там есть цвета. Да, да, да. Молодец, папа. Ида, не подсказывай. Радо запомним. Ладно. Следующий вопрос. Представьте, что предыдущие чирлидерши запросят много денег и надо выбрать какой-нибудь коллектив подешевле. Без подсказок. Что надо выбрать? Еще один коллектив чирлидерш. Вы выбрали третий. На меня смотри. Мне больше нравится. Вам больше нравится. Да, больше похоже на КЗ. А вы почему выбрали третий? Там мужчины. Там мужчины, не просто мужчина. Это Черчесов. О! Смотрим ответ. Все, блин. Все, тяжело, чтобы тяжело тебя не было. Аккуратно. Да мне ж тяжело, я играю с человеком, который не знает меня. Вы смотрите ответ. О! Смотрите. Да, ну да, правильно, правильно. Все совпало. На меня похож, я честно. Я поэтому и выбрала. Он, кстати, сказал просто там мужчину. Да? Не вникая кто, да. Ну, какая разница? Главное, попали. Лиши, лиши. И последний вопрос. В каком городе вы бы провели первые сборы? Вашего клуба перед сезоном. Анапа, Геленджик, Туапсе. Я не смотрю. Смотри. Тихо, 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 тихо. Умненький. Капитан, да. Геленджик, Туапсе. Сейчас мне судейская комиссия все скажет. Каком городе... Сейчас мне судейская комиссия... Я не смотрю вообще даже. Судейская комиссия уже мне докладывает. Вы что думаете? Уважаемая судейская комиссия, перестаньте судить людей. Это их работа. Почему Туапсе? Ну, моя команда, пускай будет в Туапсе. Просто Дэн выбрал город, где хорошо с детьми, потому что песочек. Ну, это же его дети. А я... Согласен. Ты со своими детьми куда хочешь туда езжать. А Батя едет в Туапсе. А я еду в Туапсе. Так, но смотрите, сейчас мы узнаем правильный ответ, а потом узнаем, что решит судейская комиссия, то есть я. Итак, проверяем. Да, тут как бы угадали с Геленджиком, промазали с Анапой. Да. Да. Я Анапу выбрал. Да, получается две подсказки. Правильно? У нас две подсказки от Иды. О-о-о-о. Минус два мы сейчас сделаем и засчитаем вот такой вот счет. О-о-о. А тут все строго. У меня Батя глухой, вы что, вы говорите? Минус два ответа. Это четыре балла. О-о-о. Четыре балла. Почему? Судью намыло. Я вообще не слышал. А за каждый вопрос два балла. А у них сколько минусов? А у них нисколько, они не подсказывали. Так они не отгадали. Но они не отгадали, поэтому там получили... Мы с тобой и так справились. А мы-то если отгадали, вы просто... Не засчитывать этот балл. Конечно. Мы так и делаем. Ну. И поэтому вот это все мы сделали, как ты хотела. Получилось четыре. Два. Побеждаю, Дороховы. Но в этом раунде. В этом раунде, конечно. В этом раунде четыре-два. А общий счет двадцать четырнадцать. И мы переходим к финальному раунду. Мощнейший финальный раунд, который называется «Хайлайты». Лучший момент. В течение нашего шоу... Видите? А не фанат этого раунда. Да, это крутой раунд. В течение всего шоу мы что-то говорили. Читали вопросы, отвечали, веселились, рассуждали и произносили какие-то слова. Сейчас какие-то из этих слов, произнесенных вами или мной, будут появляться на планшете. Задача объяснить это слово с планшета каким-то другим словом своему партнеру по команде. Например, появляется слово, ну не знаю, «пенальти». И ты говоришь «одиннадцать». А папа говорит «пенальти». Почему «одиннадцать»? Это я привожу сейчас дурацкие примеры. А вы ищите ассоциации, которые хотите. За каждое слово вы получаете баллы, если сразу отгадали. Но если вы не отгадали, слово переходит к другой команде и уже два балла на кону. А потом может быть три балла на кону. Наверное, я буду объяснять. Главное – не использовать однокоренные слова. Давай лучше я буду объяснять. И, конечно, никаких подсказок, лишних слов. Вот человек, который стоит там, говорит ровно одно слово. Одно слово. Одно слово. Вы сейчас решайте, кто идет туда, кто остается здесь. Я объясняю? Или ты пойдешь? Нет, подожди. Еще раз. Человек выходит туда, читает, а потом одним словом объясняет. Вот он мне объясняет одним словом. А я должен понять это слово. Я его должен назвать, то, что он прочитал. Да, он вам говорит ассоциацию, вы говорите. Давай, наверное, я. Давай, давай, давай. Ну, это я сам захотел. Давай. Все, вы поняли. Никаких подсказок. Вы видите, как я служу. Все жестко. Папочка, эти слова были сегодня здесь произнесены. А это не те слова, которые мы произнесли, когда у них уже были такими. Нет, нет, нет. Их слышали все. Нет такого, что слова, которые они не слышали. То есть нет. Проигрывает у нас семья Дороховых. Мы не проигрываем. Это наша позиция. Это наша позиция, но она на 6 баллов меньше позиции Сенегаля. Поэтому вы начинаете. Пока что. Итак, Денис, у тебя сейчас появится первое слово. А я буду его видеть? Нет. Не однокоренные слова главное. Да. У меня... Вы без времени? Ну, я иногда начинаю считать 3, 2, 1. Когда иногда? Вот я уже скоро начну. Я уже почти говорю. А, ну подожди. Я тебе могу посоветоваться с тобой? Это однокоренное слово или нет? Ну, можешь. Можешь. Это же не однокоренное. Ну, давай. А, подожди. А, уже понятно, что схожие слова будут. Да, это не однокоренное. Ну, все, да. Но они созвучные. Тогда я говорю. Понятно, что созвучные. Но это не однокоренное. Нет, это не однокоренное слово, да. А теперь человек понял, что он созвучное слово. Нет, я еще не сказал. Не, он еще не сказал, да. По подсказке же понятно, это нечестно. Поют, поют. Пьют. Ты не играешь. Итак, вы должны сказать слово, которое он вам объясняет словом поют. Вот он прочитал какое-то слово и говорит поют. Поют, поют. Это к футболу относится? Это относится к нашей передаче. Это к глаголу, это без разницы. Тогда пьют. Тогда пьют, нет. Слово переходит к вам и на кону два балла. Это же слово. Это же слово, но сейчас Ида даст еще одну подсказку. Он говорит, что мы приехали сюда петь. Да, слушай, слушай, слушай. Существительное. 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 Все, больше ничего нельзя говорить. Существительное. Песня. Песня, правильно, песня. Да, это два балла. К футболу не относится, не надо. К футболу не относится, но это говорили вы. Вы хотели петь песни. Ты красавчик, Галич. Старший. Теперь слово у вас, потому что вы отгадали. Смотрим. Вареные. Что? Вареные. 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 Пельмени еще нет? Да! Стоп. Не засчитаем. Почему? Ну, там по-другому написано. Ну, скажи ему, что по-другому нужно сказать слово это. Ну, там написано по-другому. Да, там написано по-другому. Так ты подскажи, что там... Играем дальше. Не могу. Все, он сказал пельмени. Я говорю нет. Кот переходит к вам. Пельмени? Потому что мы берем слова, как их говорили на шоу. Ласкательно. Ласкательно. Пельмешки. Пельмешки. Абсолютно правильно. Два балла. Два балла. Пельмешки. Ничего. Ты молодец. Ты молодец. Огласитесь, огромная разница. Я говорила пельмешки. Пельмени или пельмешки? Огромная разница. Нет, есть почти никакой разницы. Разница только в размерах. Пельмени крупные. Пельмешки мелкие. Пельмешки мелкие. Сибирские. Просто это нечестно, что он угадал слово. Все это поняли. Если бы я сказал пельмень или другое. Да мы отдадим наши баллы. Ну не переживай. Это нечестно. Я бы тебе сказал животное какое-нибудь там. Сейчас давайте я подумаю над этой ситуацией. Я же пельмени. Он сказал накоренное слово пельмени. Это сам конкурс так подразумевает. Я говорю поют. Это же тоже уже как подсказка к моему слову идет. Я сейчас подумаю так. Я считаю это честно. Все, играем дальше. Но это нечестно. Пельмешки он назвал пельмени. Им отгадалось. Ну ладно. Да, так бывает. Так бывает. Так бывает. Какая разница между пельмешкой и пельменями? Жизни вообще мало справедливости. Это его передача. Я вообще здесь ни при чем. А давайте спросим у зрителей. Они спят. Давайте спросим у зрителей. Да давайте. Это было честно. Тут же главное, кто спрашивает. Спасибо. Я с каждого запомнила и ни с кем не с фотографией. Это все наши родственники. Это все наши родственники. Со Ставрополя приехали. Они неправильно поняли. Да нет. Вопрос. Все правильно. Ни одной фотографии. А вы помните? С каждого. Папа Дениса бегал в начале. Всем доброго. Удачи, удачи, удачи. По тысяче дал. По штуке дал просто. Ну ладно, все, поехали. Дэн, давай. У тебя появилось слово. Без однокоренных. И это было уже на передаче? Да. Все это было. А что, вы так все пишете? Конечно, там сидят. Там сидит человек, просто все записывает, всю передачу текст. Ну все, не сбивай. А он ничего не говорит? Да не сбивай. Он должен подумать. Не сбивай. А, все это. Дэн должен подумать. Дэн думает? Дэн думает. Дэн думает? Дэн думает. Дэн думает. Ставят. Ставят. На колени. Все. Никаких больше подсказок. Ставят. Это легко. Ставят. Вот легко или нелегко. Ставят. 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 И вы стали играть. И вообще не разговаривать. Это благодаря мне все. Если бы не я, вы бы не играли так круто. Лучший ведущий, лучшие штаны. Лучший судья. Так, и другое слово. Рублей. Рублей или рубли, ну, не важно. Миллиард. Миллиард, да как это так? Как? Как? Галичи, галичи. Да, Алана, Громче Галичи. Галичи, галичи. Алана, Громче Галичи. Нормально, нормально, все. Не, ну, Галичи интересный, ну, если рубли, то сколько миллиард? Так, еще одно слово. Одно слово? Да. Поле. Как? Поле. Поле? Поле. Ирландия, где-то. Гренландия, нет, неправильно. Дэн, два балла на кону. Ну что? Зеленая. Зеленая. И это было. Да. Соедините два слова. Да, поле зеленое. Футбол? Футбол, нет. Зеленая футбол. Так, три балла на кону. А, увеличивается, да? Да. Косить. Косить. Газон. Газон, нет. Четыре балла. Зеленая. Зеленая. Зеленое поле. Косить. Все уже. Трынь. Трава. Конечно, мы нащупали свою игру. Мы чисто на звуках. Они отыгрались, получается. Ну, последнее слово. Сейчас все может решиться. Последнее слово. Ёлки-балки. Так хорошо шли. Ну ничего, ничего, сейчас отбавлюсь. Реально? Что, ты? А что? Вот это подсказка была. Трынь, трава, конечно. Называю? Что? Слово. Как слово? Ну, говорю. Ну, говорю. Что-то зовет слово. Что-то прелюдия. Нулевая. Нулевая. Не подсказываю. Параллель. 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 Ай. Вы можете подходить сюда. Я здесь вам сообщу счет, чтобы вы могли радоваться, сокрушаться. Нормально, нормально. В этом раунде со счетом 7. 6. Побеждает семья Дорохова. У нас еще фора есть. Да, это в этом раунде. Но ничего. А общий счет. Ничего. Общий счет игры. 26-21. Сегодня побеждает семья Галина. Ура! Мы так и хотели. Мы так и хотели. А интересный приз. А интересный приз. Дело в том, что мы людей, во-первых, в нашем шоу. А во-вторых, в целом, приобщаем к футболу. Ну, хоть чуть-чуть. Ну, вдруг. Но мы же не можем вам подарить билет на какой-то суперкрутой футбол. Катар. Хоть бы ночь с учевым. Ну, кстати, возможно, по этому билету можно попробовать съездить в Катар. Это в кальянную просто абонемент. Нет. Это матч Велес-Москва. Рубин. Тут написано финал, но не написано чего. Какой-то финал. Это вам. Если захотите вдвоем. Самое-то главное не в этом. Самое главное, что была крутая игра. Вы иногда спорили, иногда соглашались, но сегодня победили вы. А вы, как вы сказали, вы так и хотели. Вы так и хотели. И мы так и хотели. Главное участие. Да. Это семейное дерби. Меня зовут Дима Позов. Пока. Пока.